Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Школьник из ружья обстрелял школу в поселке в Енисейском районе. По словам учеников, он пришел мстить однокласснику. Конец января принесет в Красноярск снегопад и холода. Подробный прогноз погоды на выходные. Каким шесть лет назад видели будущее Николаевки и как сложилась судьба учительницы, уволенной из школы якобы за пропаганду гомосексуализма. Стресс был сильный, поэтому до сих пор в глубине души потряхивает, когда вспоминаем. Новая серия юбилейного проекта седьмого канала «Вспоминаем вместе». Школьник из ружья обстрелял школу в поселке в Енисейском районе. По словам одного из учеников, он пришел мстить своему однокласснику, который его избил накануне. Альфия Еремеева сегодня занималась этой темой. Она в студии. Альфия, что удалось узнать уже? Добрый вечер, Юлия. Ну, пострадавших нет, это, наверное, самое главное. Сейчас попробуем восстановить картину происшествия, как все было. ЧП произошло сегодня в обед. Занятия в школе в Абалаково уже закончились и в здании почти никого не было. В это время во дворе появляется подросток с охотничьим ружьем. Уже установлено, что он взял его у своего опекуна, у деда. Причем оружие не зарегистрировано должным порядком. Сейчас следователи выясняют, как подросток так легко завладел оружием. Но вернемся к месту преступления. Что было после стрельбы? Кстати, выстрелов было четыре. А нам рассказали в полиции. Давайте послушаем. На место первым прибыл участкового полномочия, который проживает в селе Абалаково. Здесь нужно отметить четкую профессиональную работу участкового. Я бы даже отметил, что он проявил мужество, потому что, несмотря на явную угрозу, подростку в руках было оружие. Он подошел к нему, стал разговаривать, убедил его отдать ему ружье. После чего передал подростка инспекторам по делам несовершеннолетних. Известно, что подростка зовут Павел. В интернете уже появились его фотографии. В социальных сетях пишут, что Павел учится в коррекционном классе. Родители его лишили родительских прав. И живет он вместе с опекунами, с бабушкой и дедушкой. По некоторым данным, так агрессивно школьник захотел разобраться с обидчиком. У них произошла драка. Давайте послушаем главу местного сельсовета Александра Тулупова. Он в курсе ситуации. Накануне у него произошел конфликт с одноклассником. И, видимо, он хотел отомстить ему. Могу пояснить еще, что они учащиеся 9 класса в коррекционной школе. Оба мальчика находятся на опекунстве. Вот этот Павел находится на опекунстве дедушки и бабушки. А вот с кем конфликт произошел, он находится на опекунстве сестры. Подростку уже задержали. Сейчас с ним работают следственные органы. Они выясняют, что побудило его на такой шаг. Также опрашиваются его опекуны, одноклассники, свидетели и очевидцы произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Я добавлю, что дело расследуют по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Подростку грозит до 5 лет лишения свободы, но, учитывая его возраст, наверное, будут особые условия. Мы будем следить за ситуацией. Альфия, скажи, это же все-таки образовательное учреждение. Мы как-то пытались сегодня со школой связаться, с Министерством образования. Что нам ответили? Да, мы обратились в Министерство образования, нам посоветовали позвонить в школу. Но директор школы не стала с нами разговаривать, она бросила трубку. И как нам стало позже известно, что всем сотрудникам она запретила комментировать ситуацию с журналистом. Но, я думаю, мы все равно узнаем, что там произошло. Ну, пока у меня все. Я думаю, что к понедельнику будет какая-то более актуальная информация. Альфия, спасибо. Спасибо. Это была наш корреспондент Альфия Ремеева о ЧП в поселке Абалакова в Венесейском районе. И в продолжении криминальной темы. Десятки ложных сообщений о минировании получили сегодня сразу в нескольких регионах страны. Красноярский край злоумышленники обошлись стороной. Вот в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае жители эвакуировали из десятков мест, школ, детских садов, больниц и торговых центров. Все помещения уже проверили саперы. О других новостях в двух словах расскажем далее. Школы-больницы Красноярска предлагают оснастить отпугивателями для собак. Идея принадлежит подрядной организации, которая занимается отловом животных. Они рассказали, устройства ультразвуковые. Их излучение недоступно для человека. Отпугиватели нужно устанавливать по всему периметру учреждения. Средняя стоимость оборудования около 3000 рублей. Почти тысячу рабочих мест в Красноярском крае заняли мигранты. Они устроились в сферу торговли, транспорта и строительства. Переселенцы из Таджикистана, Украины, Армении, а также Белоруссии и Молдовы закрыли невостребованные вакансии за счет федеральной программы. Трудовые мигранты получают единовременную денежную выплату от государства. Также им компенсируют затраты на перевод документов с иностранного языка. Творок и сметану из красноярских супермаркетов проверили специалисты Центра стандартизации и метрологии. Из хороших новостей фальсификатов среди продукции нет. В товарах не обнаружили растительных жиров. Но у большинства образцов завышенное содержание дрожжей. Будем ездить по-новому уже через несколько часов. В полночь по всему городу заработают выделенные полосы. Напомню, еще сегодня их 7, завтра будет уже 22. Камеры начнут фиксировать нарушения практически на всех основных магистралях города. Полный список улицы и карту, на которой отмечены выделенки, можно посмотреть на сайте 7-го канала TRK7.ru. Теперь за выезд на автобусную полосу водители будут получать штраф в 1500 рублей. По словам чиновников, выделенки мера необходимая. Без них общественный транспорт будет простаивать в пробках. Например, в Москве и Питере с их помощью увеличили среднюю скорость автобусов на 30%. В Красноярске все гораздо скромнее – 10. В городе Красноярске вот эти вот полосы, которые работают с 2016 года, показали свою эффективность. В среднем скорость сообщения поднялась до 10%, то есть это где-то на 5 км в час. Выделенные полосы – это необходимость, она поможет. Это один из первых этапов в борьбе так называемыми автомобильными пробками. Ехать по выделенке безнаказанно можно будет только машинам скорой помощи и МЧС. При этом для обычных автомобилистов поблажек не будет, говорят полицейские. Если две из трех полос будут забиты, например, из-за ДТП, проехать по автобусной полосе безнаказанно не получится. Напомню, городские власти уже проводили эксперимент с введением выделенок осенью. Тогда город стал в 10-ти бальные пробки. Поэтому в начале октября большинство полос для общественного транспорта решили ликвидировать. В этот раз власти непреклонны. Выделенки останутся и после универсиады. Кроме того, весной камер видеофиксации на дорогах города станет в полтора раза больше. У нас на сегодняшний день в городе Красноярске установлена 31 стационарная видеокамера. Весной дополнительно будет установлено еще 19. То есть они охватывают нарушения, как проезд на запрещающийся на сетах хора, скоростной режим, поворот налево в неустановленном месте и также выделенная полоса. Если у вас есть новости, пишите нам на вайбер или ватсак седьмого канала. Номер телефона 8 391 29333. Мы постараемся помочь. Снегопад и похолодание. Синоптики дали прогноз погоды на эти выходные. Сегодня ночью в Красноярске температура воздуха опустится до минус 13 градусов. Будет идти небольшой снег. Днем осадков не ожидается, а будет малооблачно и практически безветренно. Чего не скажешь о воскресенье. В этот день метеорологи прогнозируют сильный порывистый ветер западного направления до 17 метров в секунду и магнитные бури. При этом днем будет снежное и тепло до минус 6. Ночью температура понизится до 15 градусов. Резкое похолодание, по предварительным данным синоптиков, начнется в конце следующей недели. В первые дни февраля обещают мороз до минус 36. Администрация обязала владельца кафе «Кантри» перенести ограждение возле стройплощадки. Напомню, заведение находится возле управления связи «Намира». Раньше кафе было размером с павильон. С осени на том же месте строители возводят двухэтажное кирпичное здание. Горожане жалуются, что строительное ограждение мешает пройти по тротуару. На прошлой неделе рабочие чуть не вывалили на автомобиль нашего корреспондента под дон кирпичей. После жалоб красноярцев администрация выяснила, что собственник кафе занял часть городской территории. Владельцу обязали перенести забор в течение 60 дней. Женщина пообещала сделать это уже 1 февраля. К этому сроку рабочие должны достроить здание. А сейчас новая серия проектов «Вспоминаем вместе». К 20-летию 7-го канала мы рассказываем, какими были самые интересные и важные события города и края глазами наших репортеров с основания телекомпании в 99-м году. Сегодня о новостях второй половины января. Наш корреспондент Елизавета Мерзлякова отсмотрела архивы и расскажет, почему Пашиной не стал лицом города, как сложилась судьба учительницы, уволенной за посты в соцсетях, и каким 6 лет назад видели будущее Николаевки. Вместо двух полос 4 в 2010 году мэрия обещала, что дорогу через остров отдыха расширят и она станет скоростной. Но спустя 9 лет, как мы видим, ничего не изменилось. Тогда же в 2010 году архитекторы презентовали проект застройки Пашинова и заявляли, что в будущем этот район станет лицом города. Проект Пашинова представили 28 января 2010 года. Сейчас, спустя 9 лет, на месте многочисленных складских помещений, ветхих бараков и гаражей многоэтажки. Много многоэтажек. Соседство домов с Енисеем в 2010-м власти посчитали визитной карточкой нового района. Однако, по мнению экспертов, именно отсыпка грунта и масштабное строительство сказались на состоянии Абаканской протоки. Живописное место у дамбы превратилось в застоявшееся болото. Лицом города Пашины, похоже, стал для московского блогера, но только в негативном ключе. Из новых районов массовые жилые застройки, на мой взгляд, это худшее, что сейчас есть в Красноярске. Панельный ад и будущие трущобы. Так блогер-урбанист Илья Варламов оценил белые росы. Придется сносить все белые росы. Это придется сносить очень скоро. То есть это еще нашему поколению придется сносить. Плохое качество строительства, плохая архитектура, ужасная сама концепция. Многоэтажное, дешевое строительство без какой-либо инфраструктуры. Экс-глава администрации Свердловского района Владимир Лихашвай признается, тогда даже представить не мог, что Пашин и так изменится. По телефону он рассказал, что на его взгляд район получился симпатичный, но со своими проблемами. Во дворах мало детских площадок нужны поликлиника и школа. В генплане города места для них были предусмотрены, но сейчас там жилые дома. Сейчас бы вопрос решить бы с набережной от Придмостной площади до Пашиного. Мне кажется, что должна быть эстакада мимо Ирыгинского спортивного комплекса, а не просто дорога идет вокруг. Вообще решить вопрос самый главный, и тогда и у нас заторов не будет в Свердловском районе, решить вопрос с выходом на четвертый мост. Сбылись планы властей о будущем территории возле судостроительной. Четвертый мост через Енисей, как и загадывали 9 лет назад, все-таки появился. А развязку на Пашиной пока не построили. На этом месте все еще располагается грузовой речной порт. Сейчас район активно застраивается. В 2020 году мэрия обещает начать строительство развязки с четвертого моста на Пашиной. Ну а пока улица судостроительная упирается в тупик. Два года назад Мария Шестопалова не по своей воле стала героем местных и даже федеральных СМИ. Преподавателя вокала заставили уволиться из школы из-за фотографий в сети. Личные данные со старой страницы ее работодателю передал питерский активист. Тимур Булатов обвинил Марию в пропаганде гомосексуализма. Девушке пришлось уйти с работы. Родители тогда прям готовы были прям в мир порвать. Сейчас подкалывают. Вот, и там опять тусишь, смотри, мол, активист какой-нибудь опять фотки твои найдет, опять что-нибудь будет. К счастью, история Марии закончилась положительно. Сейчас она работает учителем в частной музыкальной школе. Занимаются у нее больше 30 человек и дети, и взрослые. Воспитанники с предыдущего места работы также ходят к ней на уроки вокала. Стресс был сильный, поэтому до сих пор в глубине души потряхивает, когда вспоминаю. Директор в курсе, директор поддержал. У него ответ на все был один, меня все устраивает. Она хороший специалист, чем она занимается, но это не имеет значения. Во всех соцсетях у Марии по-прежнему открытая страница. За свои посты не переживает говорить такие же, как у большинства, про работу и отдых. А вот питерский активист Тимур Булатов хвастается в списке уволенных уже 90 учителей. Руководство ВКонтакте недавно заблокировало его страницу за оскорбление. Но несмотря на это, разыскивать безнравственных педагогов, по словам Тимура, ему помогают тысячи волонтеров. Съехавшие учителя в школе не должны появляться. Я задавал людям вопрос, вы бы хотели, чтобы вашего ребенка обучал учитель гомосексуалист или лесбиянка? 99% сказали нет ни в коем случае. С 2016-го интерес работодателей к поведению сотрудников в соцсетях только усилился. По данным сервиса Суперджоп, 59% компаний следят за личными страницами персонала. Чаще всего руководство опасается разглашения коммерческой тайны и следит за соблюдением этики. А вот этого нет. Вот эта улица скоро исчезнет. Вот к этому этот дом скоро вот снесут. В январе 2013-го журналисты 7-го канала первыми рассказали о будущем Николаевке. Тогда жители этого района стали получать уведомления о сносе. Администрация планировала в скором времени переселить людей из ветхого жилья и начать застраивать территорию по-новому. После первого сюжета в редакцию стали звонить обеспокоенные жильцы, вспоминает корреспондент Олеся Рожкова. Случайно буквально нашли мужчину. Он как раз жил в начале Копыловского моста. У него такой достаточно старый дом был. Он говорит, как бы ничего не делает, ни ремонт, ни какие-то там подсобные работы. Все потому, что его пытались несколько раз сжечь, чтобы дом снести и на месте поставить многоэтажки. Не со всеми жильцами удалось договориться и строителям развязки на Волочаевской. Прошлым летом местные жители рассказывали дикие истории о том, как техника без их ведома сносила дома. Теперь я где должна проживать? Дом снесен вообще весь. Это единственное жилье? Это единственное жилье мое, да. Дома в Николаевке – это история поколений. Конец 19 века, примерное время возникновения Слободы. Сюда стали селиться рабочие железной дороги. Их история теперь остается в музее, который создала сама жительница Николаевки Галина Козлова. Наличник до революционных времен – книги, старинный комод и билет 1944 года. Больше тысячи экспонатов собирать коллекцию Галина Петровна начала тогда же, в 2013 году. Ходила, где бараки сносили, вот эти сарайки, где уже, знаете, не висели замки. Идешь, ну, и подбираешь, там, видишь, что можно для музея взять. И тут скажут, женщины, чего вы здесь ходите? Ну, и сходите, купите, что вам надо, что мы в конце концов обойдем сарайком. Вот, понимаете, люди не понимают. Шесть лет назад журналисты предсказывали, что скоро на смену своеобразной деревни в центре города придет картина в урбанистических тонах. Сейчас там стоят многоэтажки, торговые центры и недавно появился Николаевский проспект. Возможно, еще через 10 лет от старой Николаевки останется только этот музей. Такими были самые интересные новости второй половины января за 20 лет в эфире Седьмого канала. Вспоминать важные события и как сложились судьбы их героев мы продолжим через неделю. Новую серию специального проекта «Вспоминаем вместе» смотрите в следующую пятницу в 19.00. Елизавета Мерзлякова, Валерий Чащин, Константин Соловьев, Седьмой канал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот они, тихие зори. По первоначальному проекту 25-этажные высотки должны были стоять по периметру микрорайона, а более низкие здания в центре. И когда стали строить первые дома, стало понятно, что все это больше напоминает огромную коробку. Все увидели принцип застройки. Это вот такие дома-пластины, 24-25 этажей, очень продолжительным периметром, совершенно несамасштабным размером для человека. Принципом обустройства внутри дворового пространства. Убедить застройщика и изменить проект оказалось не так просто. Его главным аргументом было то, что горожане квартиры в таких домах прекрасно раскупают. Но архитекторам все-таки удалось разработать совершенно другую концепцию микрорайона с большим количеством общественных пространств при тех же экономических показателях. Высокую этажность частично сохранили. Но дома расположили по-другому, чтобы они гармонично смотрелись на фоне горы и реки. Получились кварталы разной высоты. Самые низкие дома в 7 этажей строить планируют возле Базаихи. На 30 тысяч жителей в новом проекте 4 детских сада и 2 школы. Причем, чтобы попасть в школу, детям не нужно будет пресекать оживленные дороги. Проход организуют по внутренним улицам из дворов. Вопрос с транспортом предлагают решить так. Чтобы люди не было проблем с выездом из микрорайона, внутри построят дорогу дублер, и там же будут 3 станции городской электрички. Два речных порта для городских и частных судов должны появиться на набережной. Не закатывать ее в железобетон – еще один принцип, который отстояли архитекторы. Здесь должны появиться зоны, где люди будут больше взаимодействовать с природой. Эти площадки дают возможность не просто только созерцать, но также и активно заниматься спортом, активным отдыхом, и быть частью взаимоотношений с природой. Спуститься к воде, почувствовать тактильно, ощутить ее. Ну а чтобы все эти планы реализовать, проект должны вынести на публичные слушания. После его должен утвердить глава города, и можно строить. Регина Б. Мухаммедова, Лесен, Киевич, 7 канал. Идем дальше. Привет из Красноярска в самом центре Москвы. Сегодня в Татьянин день на главном катке страны на Красной площади пройдет всероссийская акция «Спортивная студенческая ночь», приуроченная к проведению универсиады 2019. Мероприятие организовало Министерство спорта при поддержке генерального партнера зимних игр компании «Норникель». Какое послание оставили красноярцы студентам со всей страны, расскажем в сюжете далее. Три, четыре. Универсиад? Да! Это финальная разминка волонтеров перед съемками ролика. Видео покажут на главной площади страны. Руководить процессом волонтер с шестилетним стажем Людмила Костюченко. После пенсии не захотела, как многие, вязать дома носки и решила заняться общественной деятельностью. Я начала этим заниматься в Норильске еще, когда проходила эстафета Олимпийского огня. Вы знаете, это как молодость какая-то моя вторая, потому что вокруг меня молодежь сплошная. И просто я горжусь тем, что я среди молодых ребят нахожусь. То, что волонтерство – это нечто большее, чем просто интересный досуг, подтверждает и студентка Кристина Тарусевич. За ее плечами уже не одно такое мероприятие, но самое главное и долгожданное универсиада еще впереди. Очень горжусь, что проходит именно в нашем городе. Сама почти всю жизнь занимаюсь спортом, поэтому мне очень близки спортивные события. Это просто что-то невероятное, потому что у нас такого вряд ли еще когда будет. И это первый раз. И у нас первая зимняя универсиада в России, в принципе, которая будет проходить. Поэтому это просто здорово. К съемкам готовы. Все 50 волонтеров и одна Юлайка в сборе. Получили форму, повторили сценарий. Теперь самое интересное. На улице Морозной снимать по плану должны почти час, но кажется, это никого не пугает. Погода прекрасная, обстановка прекрасная, настроение хорошее. Записать ролик нужно с первой попытки, поэтому работа должна быть максимально слаженной. Самая сложная задача у лыжников. Им нужно спуститься со склона, держа в руках флаг и цветные дымовые шашки. Волонтерам же необходимо вовремя их встретить. Финальная репетиция. Камера. Мотор. Ролик не случайно снимает в фан-парке Бобровый лог. Именно этот объект и помог Красноярску завоевать право на проведение всемирных студенческих игр. Потому что на момент подачи заявок он был единственным сертифицированным спортивным объектом в нашем городе. Фан-парк Бобровый лог – это инвестиционный проект компании Норникель, генерального партнера Всемирной универсиады 2019. Специально к студенческим играм здесь расширили трассы, проложили систему видеотрансляции, построили спортивно-тренерский блок и вертолетную площадку. Теперь, когда уже все готово к встрече спортсменов, пройти мимо всероссийской акции здесь просто не могли. Компания Норникель поддерживает студенческий спорт. И, конечно, не могли мы оставить без внимания данное мероприятие. Фан-парк Бобровый лог является площадкой, на которой будет соревнование по горным лыжам. И сегодня на фан-парке собрались команда фан-парка, волонтеры, которые поздравили студенческое сообщество «Возьмем студента». Такая акция «Единение студентов» проходит в России впервые. А этот клип увидят участники и гости праздника уже сегодня вечером на катке Красной площади в Москве. Юлия Чупрова, Дмитрий Комаров, Илья Синькевич, Седьмой канал. И в завершении выпуска информация о погоде. Завтра, 26 января, в Красноярске облачно-снег. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 13, днем минус 11. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните к нам по телефону 2900-333. Свои фото, видео, также текстовые сообщения присылайте нам на Viber или WhatsApp седьмого канала. Телефон 8 391 2900-333. Еще больше интересных и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и ищите нас в социальных сетях седьмого канала. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго, хороших выходных и до встречи.